Неизвестный Пётр Ай. Музеи Кремля расскажут, каким он был. Неизвестный Пётр Ай. Музеи Кремля расскажут, каким он был 8 часов 30 ноября 2019 года царь-реформатор, завоеватель, открывший Россию западному миру и создавший Российскую империю. Пётр Ай. Один из самых узнаваемых персонажей российской, и не только, истории. В Музее Московского Кремля к 350-летию самодержится открыли выставку, которая поможет понять, каким человеком он был. «Мы говорим о Петре как о коллекционере и художнике. Это у многих может вызвать удивление», — объяснила РИА Новости заместитель директора музеев Московского Кремля, куратор Ольга Дмитриева. «Это был человек с потрясающей энергией и энтузиазмом, очень восприимчивый ко всему новому и ценному. У Петра был цепкий ум, он моментально оценивал значимость вещей. Все, что ему казалось ценным, он переносил на русскую почву. Важно было его желание поставить все на службу общественному благу». О том, каким покажут российского царя на выставке, на какие экспонаты стоит обратить внимание и в чем их ценность, — фатуленте РИА Новости. РИА Новости. Сергей Пятаков. Один из десяти паспорт царя Петра. Ай. На имя Петра Михайлова для поездки в составе Великого посольства в Европу, Москва, февраль, 1697, 25-летний Петр в 1697 году отправился за границу для науки воинских дел как частное лицо, волонтером под видом солдата преображенского полка Петра Михайлова. Для проезда по европейским странам ему от имени самодержца Петра Ай была оформлена свидетельствованная грамота. На выставке есть этот документ, фактически прообраз современного паспорта, который царь написал сам для себя. Чтобы подчеркнуть статус, документ украсили орнаментом, а первое слово и титулы Петра выполнили из творенного золота, микроскопические частицы золота в виде порошка. РИА Новости. Сергей Пятаков. РИА Новости. Сергей Пятаков. Куртка из голландского матросского костюма. Конец. Севентин. Начало. Эйтин. Века. И кафтан польский. Конец. Севентин. Века, принадлежавшая Петру. Ай. Европейское путешествие повлияло на мировоззрение царя, его привычки. Мы показываем, как меняется его стиль одежды. Петр прибыл в Европу в традиционном московецком костюме. Он тогда назывался польский кафтан. Говорит Ольга Дмитриева. Постепенно царь перешел к европейскому платью, которое менее выделяло его из толпы. Два из десяти куртка из голландского матросского костюма. Конец. Севентин. Начало. Эйтин. Века. И кафтан польский. Конец. Севентин. Века. Принадлежавшая Петру. Ай. Европейское путешествие повлияло на мировоззрение царя, его привычки. Мы показываем, как меняется его стиль одежды. Петр прибыл в Европу в традиционном московецком костюме. Он тогда назывался польский кафтан. Говорит Ольга Дмитриева. Постепенно царь перешел к европейскому платью, которое менее выделяло его из толпы. В экспозиции есть тот самый польский кафтан красного цвета, чуть ниже колен, с золотыми нашивками на груди из оружейной палаты. А из Эрмитажа приехал голландский костюм. Это куртка Бастрок. Ее часто носили матросы и корабельные мастера, широкие суконные штаны, шляпы с полями. Известно, что царь любил появляться в голландской матросской одежде на маскарадах. РИА Новости. Сергей Пятаков. РИА Новости. Сергей Пятаков. Портрет царя Петра. ПИТЕР ВАНДЕР ВЕРВ, ГОЛЛАНДИЯ. Около 1697. Желание прорубить окно в Европу и стать ближе к западным державам требовало изменения репрезентации власти. Три из десяти портрет царя Петра. ПИТЕР ВАНДЕР ВЕРВ, ГОЛЛАНДИЯ. Около 1697. Желание прорубить окно в Европу и стать ближе к западным державам требовало изменения репрезентации власти. На выставке видно, как трансформировался облик Петра на официальных изображениях. Один из портретов царя был написан голландцем Питером Ван Дерверфом во время Великого посольства. Можно проследить, как формируется имперский европейский образ самодержца. Его изображали не только на картинах, но и миниатюрах, часах, перстнях. РИА новости, Сергей Пятаков. РИА новости, Сергей Пятаков. Медаль за взятие Азова 19 июля 1696 года, медальер Федор Подорой, Москва, Кадашевский монетный двор, начало XVIII века. Мало кто знает, что Петр умел рисовать и гравировать. Первый такой опыт царя представлен на выставке. Это графическая композиция «Торжество христианской веры». Во время Великого посольства Петр учился искусству графики у голландца Адриана Шхонебека. Позднее тот сделал для царя рукописный учебник, рассказывающий, как создавать афорты. За основу торжества христианской веры Петр взял медаль, выпущенную в его честь в Утрехте и посвященную недавнему взятию крепости Азов русскими. На рисунке аллегорическая фигура победы с крестом и оливковой ветвью. Петр сделал гравюру под руководством Шхонебека в Амстердаме в 1698 году. Четыре из десяти медаль за взятие Азова 19 июля 1696 года, медальер Федор Подаруй, Москва, Кадашевский монетный двор, начало XVIII века. Мало кто знает, что Петр умел рисовать и гравировать. Первый такой опыт царя представлен на выставке. Это графическая композиция «Торжество христианской веры». Во время Великого посольства Петр учился искусству графики у голландца Адриана Шхонебека. Позднее тот сделал для царя рукописный учебник, рассказывающий, как создавать афорты. За основу торжества христианской веры Петр взял медаль, выпущенную в его честь в Утрехте и посвященную недавнему взятию крепости Азов русскими. На рисунке аллегорическая фигура победы с крестом и оливковой ветвью. Петр сделал гравюру под руководством Шхонебека в Амстердаме в 1698 году. Цель европейского путешествия Петра была не только в приобретении прикладных знаний, но и в укреплении дипломатических связей. Российский царь подарил саксонскому правителю Августу сильному на его коронацию мушкет-алжирской работы, украшенный кораллами. Впоследствии ружье оказалось в Дрезденских зеленых сводах. Пять из десяти. Цель европейского путешествия Петра была не только в приобретении прикладных знаний, но и в укреплении дипломатических связей. Российский царь подарил саксонскому правителю Августу сильному на его коронацию мушкет-алжирской работы, украшенный кораллами. Впоследствии ружье оказалось в Дрезденских зеленых сводах. Этой сокровищнице, которая у всех на слуху после недавней кража, на выставке посвящен целый раздел. Петр впитывал европейские тенденции, осматривая кунсткамеры монархов. Одна из самых известных в ту пору была у саксонских курфюрстов. Август сильный считался знатоком искусства и старался открыть это собрание публике, чтобы показать свою власть и богатство двора, продолжает Ольга Дмитриева. РИА Новости, Сергей Пятаков РИА Новости, Сергей Пятаков Компас Петра Россия 1709 Из Дрездена в Москву также привезли компас в костяной шкатулке. Его Петр сделал сам. А еще набор старинных инструментов, рубанок, топорик из серебра, инкрустированная костью чаша придворного германского ювелира и многое другое. Шесть из десяти компас Петра РИА Новости, Сергей Пятаков Из Дрездена в Москву также привезли компас в костяной шкатулке. Его Петр сделал сам. А еще набор старинных инструментов, рубанок, топорик из серебра, инкрустированная костью чаша придворного германского ювелира и многое другое. РИА Новости, Сергей Пятаков РИА Новости, Сергей Пятаков Токарно-копировальный боковой станок Мастер Франк Зингер Зингер, Флоренция, Санкт-Петербург 1711-1712 годы Петр Ай Любил токарное дело, мастерская была местом его отдохновения. На выставке есть предметы, созданные его руками, в том числе и довольно искусно. По словам куратора, царь создавал многофигурные рельефы, портреты и даже изготовил китайскую версию матрешки, это шар, внутри него еще меньше и так далее. Семь из десяти токарно-копировальный боковой станок Мастер Франк Зингер Зингер, Флоренция, Санкт-Петербург 1711-1712 годы Петр Ай Любил токарное дело, мастерская была местом его отдохновения. На выставке есть предметы, созданные его руками, в том числе и довольно искусно. По словам куратора, царь создавал многофигурные рельефы, портреты и даже изготовил китайскую версию матрешки, это шар, внутри него еще меньше и так далее. Рея новости, Сергей Пятаков Рея новости, Сергей Пятаков Заводная игрушка Небесная ладья, Китай, до 1755 Интерес к раритетам и всему необычному возник у Петра в детстве Живого и подвижного царевича не могли не волновать механические предметы и технические новинки В экспозиции представлена китайская коллекция В этом собрании очень любопытны редкие механические игрушки До сих пор действующая фигурка всадника на коне, богини на фениксе, серебряный кораблик, по которому движутся фигуры, поясняет Дмитриева В Поднебесной их производили для европейского рынка, там были в моде автоматы и механические вещи 8 из 10 Заводная игрушка Небесная ладья, Китай, до 1755 Интерес к раритетам и всему необычному возник у Петра в детстве Живого и подвижного царевича не могли не волновать механические предметы и технические новинки В экспозиции представлена китайская коллекция В этом собрании очень любопытны редкие механические игрушки До сих пор действующая фигурка всадника на коне, богини на фениксе, серебряный кораблик, по которому движутся фигуры, поясняет Дмитриева В Поднебесной их производили для европейского рынка, там были в моде автоматы и механические вещи Рея новости, Сергей Пятаков Рея новости, Сергей Пятаков Справа на первом плане, часы Бахус, Аугсбург, конец Века, еще одна уникальная коллекция Петра из Сибири В ней золотые работы скифского стиля Веков до нашей эры Это самое раннее археологическое собрание России, положившее начало музейному делу в стране, отмечают авторы экспозиции Состоит из около 240 ювелирных изделий, древних кочевников Евразии скифов, сарматов 9 из 10 справа на первом плане, часы Бахус, Аугсбург, конец Века, еще одна уникальная коллекция Петра из Сибири В ней золотые работы скифского стиля Веков до нашей эры Это самое раннее археологическое собрание России, положившее начало музейному делу в стране, отмечают авторы экспозиции Состоит из около 240 ювелирных изделий древних кочевников Евразии скифов, сарматов Редкие вещи отличного качества Ажурные поясные пластины с инкрустацией, браслеты, шейные украшения, монеты и многое другое Богатство коллекции может дать фору скифскому золоту РИА Новости, Сергей Пятаков РИА Новости, Сергей Пятаков Книга «Точное описание богатейшей сокровищницы природных объектов» Альберт Себа, Амстердам, 1734 Другим талантом Петра было его художественное очутие Во время путешествия в Амстердаме царь увидел работы голландской художницы Мариси Билла Мириана Кварели Гравюры с изображением экзотических насекомых, растений, минералов Будущий император купил альбом с 285 рисунками Мириан за 3000 гульденов 10 из 10 Книга «Точное описание богатейшей сокровищницы природных объектов» Альберт Себа, Амстердам, 1734 Другим талантом Петра было его художественное очутие Во время путешествия в Амстердаме царь увидел работы голландской художницы Мариси Билла Мириана Кварели Гравюры с изображением экзотических насекомых, растений, минералов Будущий император купил альбом с 285 рисунками Мириан за 3000 гульденов Эти работы оказались в кунсткамере Вошли в одну из базовых естественно-научных коллекций собрания Это делает честь Петру, оценившему художественное и научное значение зарисовок Почеркивает Ольга Дмитриева РИА Новости, Сергей Пятаков Выставка Петр 1. Коллекционер, исследователь, художник будет открыта в музеях Кремля до 8 марта 2020 года Редактор субтитров А.Семкин